Последнюю реконструкцию Брестская спасёнка пережила в 1989 году. И вот спустя 25 лет экспозицию решено было обновить. Залы стали просторнее благодаря высоким витринам. Появилось новое оборудование. Но главное – места для экспонатов в залах музея стало больше. Это принципиальное отличие стало преимуществом, поскольку позволило экспонировать новые артефакты. Раньше они просто не помещались в витринах. К слову, общее число музейных предметов в обновлённых залах – порядка 400. Например, уверение Фомы начала XVIII века, которое было расчищено из-под густого слоя потемневшей олифы. Это икона «Цветная триоть» XIX века, икона «Старобряческого письма» и очень редкого сюжета. Столь же редкая по своему сюжету икона «Союзом любви связуемые апостолы». Совершенно уникальная икона преподобный Сергий Радонежский в серебряном окладе, который был создан в 1843 году в мастерской Дмитрия Андреева, петербургского мастера, выполнявшего заказы императорского двора. Эта икона впечатляет и своим высоким уровнем художественного исполнения, и своим большим размером. Возможно, она была создана для домовой церкви одного из императорских дворцов в Санкт-Петербурге. Пополнилась экспозиция и в Зале Искусства Востока. Речь идёт о буддетских иконах, танках и мелкой пластике. Регион Центральной Азии представлен медно-чеканной посудой рубежа XIX-XX веков, сохранившей древние формы и мотивы орнаментального декора. В Зале живописи появились картины польского художника Эйсмонда, Айвазовского и Патрет девочки, написанной в 1900 году кистью неизвестного живописца. Увидел и был поражён. Поражён в хорошем смысле слова, потому что на меня произвело такое впечатление вся экспозиция. Я сюда буду приводить и своих друзей, и своих родственников, и буду проводником вашего музея, для того, чтобы как можно больше людей увидели именно этот музей и именно эту выставку. Аналогов такому музею в Республике Беларуси нет, это точно. И кроме такой своей значимости концептуальной, здесь очень много предметов, которые действительно представляют произведения искусства и историко-культурного ценности. Это касается и иконописи, и живописи, и ювелирного искусства. У нас есть предметы, которые были сделаны фирмой Фаберже, фирмой Овчинникова, иконой XVI века. В разное время все представленные экспонаты были переданы брестскими таможенниками в ходе конфискации ценных предметов на границе. Первой в музей поступила икона чудо святого Георгия Азмия. Кстати, в одном из залов экспозиции представлены приборы, которыми пользовались сотрудники ведомства в 1970-х-2000-х годах при поиске контрабанды. Также после реконструкции в музее появилась отдельная витрина, предназначенная для новых поступлений.